ВОЕННО-ПОЛЕВЫХ СБОРОВ В этом русле моральной и физической подготовке к службе в армии десятиклассники двигались пять дней. В первой учились преодолевать полосу препятствий, а поскольку в городе она одна, в кадетской школе, то и тренировались здесь поочередно, а вернее повзводно. Ну а пока одни учились проходить лабиринт, преодолевать вертикальные препятствия и подниматься по полуразрушенной лестнице, другие маршировали на кадетском плацу, поскольку строевая подготовка – один из видов соревновательной программы военно-полевых сборов школьников. Мы изучаем тактическую подготовку, РХВЗ, физподготовка у нас строевая и изучение технической материальной базы оружия. Ну и еще огневая подготовка у нас также идет. Я считаю, что это очень важно, так как, во-первых, служба в армии, как я считаю, является неотъемлемым долгом любого состоявшегося мужчины. Отдать долг родине должен каждый, если на то способен по состоянию здоровья или уважительным причинам. Поэтому я считаю, что подобные сборы очень нужны и важны. Второй и последующие дни сборов проходили на территории школы номер 20. Ее двор на несколько дней превратился в плац, курт – воображаемое поле боя, а на школьном стадионе развернулся медицинский пункт. Задания не очень сложные. Сегодня мы отрабатываем наложение кровоостанавливающего жгута и переноска пострадавшего различными способами. Одним, значит, санитарам, двумя санитарами. Ну, конечно, во-первых, ребятам это интересно. Во-вторых, в армейской жизни, я думаю, им это пригодится. Хоть они и служат теперь всего год, но за этот год они тоже должны успеть много. Если они придут подготовленные к службе в армии, то я думаю, что им это значительно облегчит, наверное, их службы. Год быстрее пройдет. Были среди участников сборов и те, кому думать об армейской службе пока рановато. Но гордое звание юнормейцев объясняет все, в том числе и умение, с которым пятиклассник Максим Денисов разбирает и собирает автомат. Оказалось, что у воспитанников военно-спортивного клуба на сборах своя задача. Мы готовимся к лагерю военно-патриотическому за Курганом. Ну что, вы сегодня у старших учитесь или старших? Нет, из старших, мне кажется. Тренер ребят, руководитель военного клуба спецназ Валерий Бахтеев признает, и его воспитанники, и воспитанники других детских военных клубов выделяются на общем фоне ровесников. Они очень отличаются, во-первых, по физической подготовке, они более физически развиты. Если клуб военно-спортивный, то они военную составляющую делают на очень хорошем уровне. Ну а поскольку среди участников сборов таких ребят оказалось немало, то и общий уровень мероприятия вполне достойный. Эти сборы меня порадовали. Люди довольно физически подготовленные, стараются. Конечно, у них что-то не получается, но потому что они какие-то дисциплины проходят раз в год. Общегородские военные сборы тоже проходят раз в год. Зато уже в течение полутора десятков лет. Так что тем, кто уже не в первый раз наблюдает за будущими защитниками Родины, есть что вспомнить и с чем сравнить. В общей массе детей раньше было больше физически подготовленных. Сейчас это единицы. Общая проблема у нас сейчас, видите, телефоны. То есть все дети погружены у нас в телефоны, играют, общаются. Решать проблему зависимости подростков от гаджетов преподаватели ОБЖ предлагают традиционным и проверенным методом привлечения к спортивным занятиям. Побольше заниматься, ходить в секции записываться, потому что готовить себя к военной службе необходимо развивать себя физически, психологически готовиться. Есть у руководителя нынешних военно-полевых сборов Якова Шефера и соображения о том, как сделать это традиционное ежегодное мероприятие для будущих защитников Отечества более интересным и результативным. Если бы у нас сборы проходили не на базе школы города, например, а куда-нибудь мы выезжали, даже, допустим, не на пять дней, хотя бы три дня, четыре, что, конечно, качество другое было. На базе какого-то типа салюта можно было бы проводить, потому что там есть и место, где пятна, во-первых, питание, проживание. То есть это не просто мы там на день выехали, а это круглосуточно. То есть там более полноценный. До следующих сборов целый год. Времени подготовиться достаточно. А среди нынешних участников отличились ребята из школы номер два. Они показали лучшую строевую подготовку и оказались самыми быстрыми на дистанции военного кросса. Лицеисты победили сверстников в перетягивании каната. Ну а по большому счету выигрыша оказались все участники сборов. Во-первых, их учебный год закончился на неделю раньше, чем у остальных. А во-вторых, пять дней на свежем воздухе с хорошей физической нагрузкой любому на пользу. Редактор субтитров А.Семкин